Ну вот, 24 гимн Третьей Мандалы. Гимн Третьей Мандалы. Пронзить, пронзи вражеские силы, свое блистание утверди в совершающем жертвоприношении. Сразу так хорошо стоит, тепло на душе, сразу ясная позиция, надо, что нужно делать, куда нужно двигаться, никаких там философий, просто сразу акция такая простая. У огонь одолей враждебные воинства, сагасва, так сказать, одолей, притана, протестующие или, так сказать, противостоящие, скорее, обхима тих, то есть окружение, формирование. Противостоящие формирование, опасья, отбрось прочь, снеси противостояние и отбрось прочь окружение. Обхима тих, интересное слово от корня ма, обхи вокруг ма мерить, то, что как бы заблокировано вокруг, все, что удерживает нас в ограниченной сфере. Что нас ограничивает? Ограничение, отбрось. В душтарах, тот, которого трудно пройти или которого трудно пронзить, через которого трудно как бы самому проскочить, через него не пройти, у него субстанция, которая не позволит ничему выжить. Все, что попадает в его поле, изменяется, то есть это огонь, в огне оно загорается. Таран, ты, который преодолеваешь все непреодолимое никем, преодолевающие, а рад их силы, которые не приносят жертвоприношение, а рад их, которые не дают себя на преобразование. Ты преодолеваешь или пронзаешь силы, которые себя преобразовывать не хотят, не отдают. Ворчо, да, установи свое сияние, пламя, яжня вагазы, в том, который приносит жертвоприношение. Установи свое сознание, силу, в том, который совершает эту трансформацию. Вот его такие характеристики здесь. Елизаренкова переводит «О огне выигрывай битвы, гони прочь враждебные мысли». Она берет корень «ма» здесь как мышление, атман, противостоящие мысли. Скорее всего, это и относится к тонким планам, то есть оппозиция, противостояние внутри нас. «Непобедимый, побеждающий недругов, дай блеск везущему жертву». Второй стих. «Агна ила самидхесе, вити гутро амартиях, джушас васуну адварам». Уже гаятри на ритм. «Агна ила самидхесе, у огонь ты зажжен словом откровения». «Вити гутро амартиях, бессмертный амартиях, приходящий к подношению». «Who comes to the offering». Это по-разному можно перевести. Можно перевести «приглашающий» на вот это возлияние. Здесь по-разному. Я сейчас с этим словом еще поработаю. «Джушас васуну адварам». Без остатка прими наше паломничество, жертвоприношение. «Джушас васуну адварам». Наше продвижение вперед. Наши изменения на пути. Здесь много интересных идей. В этом простом стихе «бессмертный» ты возгораешься словом откровения. То есть словом, которое несет силу истины, ты возгораешься. Витя Готрах, у кого призыв, есть самое движение, движение, которое расширяется или захватывает мир, есть его призыв. То есть который призывом расширяет свои владения. Можно так перевести. Витя Готрах. Или у кого призыв к движению и расширению сознания. Тот, кто призывает к расширению своих владений. Бессмертный, кто призывает к росту сознания. Или кто призывает к продвижению вперед. «Прими нашу эту…» Это наше совершенное продвижение на пути. То есть если он тот, который призывает к захвату новых территорий, к расширению сознания, он должен согласиться на наше продвижение вперед. В этом смысле. О, Агни, ты зажигаешься жертвенным возлиянием, приглашающий на возлияние бессмертный. Наслаждайся всласть нашим обрядам. Не знаю, откуда она добавила это всласть, но пускай будет. Всласть, насладись нашим продвижением вперед. Представляете, если божественное в нас будет наслаждаться нашим ростом сознания, что это такое. То есть это должно быть что-то верное, верный выбор. Это, наверное, надо у нас. Да, это что-то такое очень индивидуальное и очень неожиданное, и очень радостное, как я так чувствую. Потому что когда божественное нуждается в нас, благодаря нам, через наше усилие, наверное, это счастье невероятно. Когда она нас любит. Где-то мать говорит, где-то мать говорит тоже об этой вещи, и она говорит, что вы можете делать все в своей жизни, все можно делать в своей жизни. Вы можете делать все в своей жизни, что вы можете себе представить, что я сижу возле вас и смотрю на вас. То есть если вы можете перед матерью это сделать, то это правильное движение. Если вы перед матерью этого движения сделать не можете, значит это неверное движение. Вот это здесь та же самая. Если божественное наслаждается тем, что мы делаем, то это правильный ход. Очень простая схема. Представляетесь, мать сидит перед вами, а вы, значит, чем-то занимаетесь таким, чего вы бы не хотели, чтобы она знала. Ну вот такая простая схема. Мне кажется, она удивительно хорошо работает и поправляет все неверные движения в жизни. Мысли то же самое. Те мысли, которыми вы не можете поделиться, чувства, которыми вы не можете поделиться с матерью, они как раз те, которые нам не нужны. От них нужно избавляться. Поэтому Шри Вербинда все время говорит о rejection. Тоже интересная вещь. Aspiration, rejection and surrender. То есть устремление, rejection – это, не знаю, как по-русски перевести, отрицание или отвержение. То есть устремление, отвержение и самоотдача. То есть сначала нужно устремиться к божественному, потому устремление создает возможности, потом придут силы, которые захотят его заблокировать, эту реализацию. Вот эти силы нужно устранить, их нужно отбросить. Вот в этой как раз второй части у нас не хватает сил. У нас может есть уже и устремление, а вот той дисциплины, которая нужна, у нас как бы не хватает. Если бы у нас была четкая воля, сильная воля и дисциплина, мы бы уже давно продвинулись на пути очень далеко. Но здесь мы и спотыкаемся на этой второй части. Мы не отвергаем вещи, которые блокируют нас. Ну, может, некоторые из нас отвергают когда-то. Я не говорю, что все не отвергают ничего. Но я просто знаю сам по себе, как это сложно все время отвергнуть вещь, которой природа нашла какой-то вход свой собственный и создала свой собственный мирок там, в котором она как бы пребывает в неизмененном виде. Она уже может там отдохнуть. Там нету напряжения. Там уже все свои как бы. Ну вот. И в этой сфере, которая не нужна божественному, мы еще как бы ее удерживаем для себя на всякий случай. Если там мы не пройдем, не пробьемся на божественном фронте, то мы вернемся в наш маленький мирок, в котором мы там, скажем, будем чувствовать себя в безопасности. Вот эти все мирки, вот эти все сопротивления, вот эти абгима тих первой шлоки, вот эти все окружающие нас, не сопротивления, а окружения, окружения, которые сопротивляются божественному, которые удерживаются в своем собственном мире, их нужно отбросить, от них нужно избавиться, нужно очистить свое сознание, чтобы божественное могло войти в него. Это об этом речь, мне кажется. И есть очень много сил, а рад их, которые не хотят себя отдавать, они даже не знают, как это сделать, у них даже в принципе нет такой возможности. Как себя отдать божественному? Там вообще конь еще не валялся, как говорится, чтобы себя отдавать божественному. Там все для себя только и есть в том маленьком мире, который создала природа для нас. Они иначе не могут жить вообще. Да, да, конечно. И даже мы, если вы... Такого много у нас тоже есть. У нас есть всякие маскировки, которые мы, собственно, создаем для себя, чтобы чувствовать себя комфортно в нашем теперешнем состоянии, которое несовершенно. Эти несовершенные миры, окружение, мысли, идеи, все наши привязанности, все наши предпочтения, в еде и в том и всем. Весь набор вещей, то есть мысли, которыми мы мыслим, в особенности мысли, слова, которые мы говорим, это так важно. Слова, сила, слово. Ты вот... Даже если ты и не высказал его, просто подумал о ком-то плохо, для тебя что-то раздражает, и ты вдруг высказался так, что прямо думаешь, боже, откуда это поднялось такое. А там такие... Там такие залежи, да, в низах, что оттуда может подняться, что хочешь, да? Да, и ты не знаешь, что оно высказано. Да, то есть нужен контроль, нужна вот какая-то установка центральная, которая не позволит этим вещам. Отсюда вот это rejection, да, то, что Штюйобин так говорит, это отвержение. Откуда оно появляется? Оно появляется от осознания себя, как не того, да? Ты можешь отвергнуть эти движения, потому что ты узнаешь себя, как иное, как отдельное от этих движений. Вот в чем его сила, этого отвержения. А иначе так и отвергать-то нечего, да? Я уже все знаю, и знаю, куда нужно идти, и что правильно делать, и ты мне тут не рассказывай, да? То есть это значит, я совсем не сознательный на себе. Хорошо, ну давайте возьмем третий стих. Агне дьюмнена, джагриве, сагасах суну аута, и дамбаргих садо, мама, а и дамбаргих садах, мама. Огонь, О огонь, вечно бодрствующий в своем свете, дьюмнена джагриве, тот, который бодрствует своим светом. Тоже интересный эпитет, который все время пробужден, потому что у него постоянный свет. Он не может уснуть. Он постоянно сияет. Вот этот свет, это и есть сознание. То есть он светом пробужден. Сагасах суну, осын силы, аута, будучи призванным, тот, которого призвали, восядь на священной соломе баргих садах моего жертвоприношения, мама, а и дамбаргих на этой соломе, на этой, в этом пространстве, которое я подготовил, расширил в себе, очистил в себе, убрал все, так сказать, заслоны, восядь как хозяин, прими свое, займи свое место. Как только огонь занимает это место в нас, в нашем сознании, начинается какая-то новая жизнь, новый динамизм жизни. Появляется сознание в том, что мы делаем, как мы мыслим, в наших чувствах, мыслях, делах появляется присутствие вот этого божественного сознания. Пока мы ему не дали место в нас, да, все это носит только какой-то теоретический характер. А как только мы чувствуем его присутствие, его жар, все уже становится очень практичным, тут уже не будет никаких там объяснений. Объяснения больше не нужны. Тут уже акция, сама акция, присутствие этого жара и света, которое не позволит нам отступиться от пути. Вы наверняка имели такие опыты в своей жизни, когда, ну, невозможно отступиться от пути. Ну, там хоть не знаю что, хоть, хоть трава не расти. Вот невозможно и все. Ничем человека не заставишь сделать неверно. Вот не может он этого сделать. Это значит присутствие этого сознания. Это то, что произошло и с Иисусом, который не смог ни за что бы отказаться от своего, от своей истины, даже под угрозой смерти жестокой. И удивительно, когда его уже там стращали, и ему уже описывали, что с ним произойдет, он говорил, что если бы не воля моего отца, то всего этого бы никогда не произошло. Он даже здесь объяснял это все волей своего отца, даже эту форму. То есть люди вообще этого не понимают, конечно, те, которые это делали. Он Пилату так и говорил, если бы не воля моего отца, ты бы не смог подойти ко мне даже на километр. А так как воля такова, что я должен отдать свою жизнь, то вот поэтому я и есть в твоих руках сейчас по его воле. То есть у него даже здесь не было такого элемента эгоизма, что вот... Полная обвиняется. Володя, а почему, что такое жертвенная солома? Ну, то есть понятно, что жертвоприношение, но здесь в частности присутствует вот эта солома. приводит это как солому, потому что так называется та солома, которая растилает вокруг огня, растилает вот эта трава засохшая, такая баргис она называется, или на ней тоже часто садятся и практикуют йогу, пранаяму или медитацию. То есть вот эта солома, она символизирует, то есть места, где боги должны занять свою позицию. Здесь сядет Индра, здесь сядет Вишну и так далее. Каждому выделено, каждому богу как бы определенное место вокруг жертвоприношения. То есть это все, конечно, символические вещи, которые появились, сам ритуал появился, наверное, позже. То есть это видение было ритуализировано позже. А по существу Баргис от корня Брых, от которого тоже Брыхат великий, от корня Брых расти. Отсюда Брахман тоже. Брахман это то, что растет, увеличивается в сознании, расширяется в сознании. То есть Баргис это то место, которое мы расширили в себе, которое мы очистили в нашем сознании для этих богов. Вот его символизм. А потом жертвенная солома. То есть солома это места для богов в нашем сознании. Вот здесь место Бога. Все они участвуют в этом преобразовании. Каждый из богов приносит какой-то элемент божественной силы и знаний для того, чтобы то, что мы предлагаем преобразовать в божественные прообразы. Это получается, что постелить соломку, да, то есть это по сути дела древний символ не только того, что там мягкое место, но это действительно, если там боги, то есть ты не ударишься так больно, если ты ее не постелишь. Ну, я так честно. Ага. Ну, да. Да. Не ударишься больно, хорошая идея, да, как раз. Да, мягко стелишь. Они тебя подхватят, да, они тебе помогут. А там еще есть элемент очищения какого-то, да, вот эта жертвенная солома, вот, она, у нее есть такой элемент чистоты, да, то есть она убирает всю нечисть, то есть она как бы отделяет нечистой от чистого, да, то есть что между ними не будет вот какой-то связи такой непредвиденной связи, да, где снизу появится какая-то нечистота, там будет просто место такое сакральное место, на котором боги могут пребывать без проблем, то есть очищение внутреннего пространства. но он бодрствует в своем свете, тоже красиво, огне вишвебхих огнебхих девебхих магаягерах яджнешу я у чаявах о огне о огонь всеми языками твоего божественного пламени усиль и возвеличь в нашем жертвоприношении слово которое зрит слово которое осознает здесь зрит has sight слово у которого есть видение это корня ч чаю то есть то что может у которого есть перцепция видение да то есть о огне со всеми вишвебхих огнебхих со всеми огнями девебхих со всеми богами огнями тоже интересно боги огни да это боги это и есть собственно эти силы сознания которые светятся магая герах увеличь слово или самовыражение вот этого божественного сознания в нас увеличь это выражение божественного сознания в нас своими огнями богами огнями и на жертвоприношениях язнешу и учаевах которые на этих жертвоприношениях обладают вот этим сознанием осознают у огни вместе со всеми огни с богами осчастлив мои песни так переводит Елизаренко не увеличь не сделай огромными а осчастлив магая и с теми кто вызывает уважение на жертвоприношение ну это она взяла вот это да да я больше как-то к санскриту а здесь да она наверное нашла какой-то вариант который подходит интересно да чаю в этом самом showing respect те которые показывают так сказать уважение вызывают уважение но я боюсь что это такой не очень точный перевод и заметьте это слово есть лишь в этом гимне его больше нигде вы не встретите в литературе после после этого то есть один раз встречается она в этом гимне лишь в этом в этой строчке больше его нигде нет поэтому перевод очень такой как бы приблизительный это точно что приблизительный поскорее всего это то что обладает сознанием видением да слова или самовыражения обладающие пониманием знанием видением хорошо ну и вот последний стих агне да да шуши раим вира ван там пари на сам шиши инах сум матах у огонь окружи дающие дающего богатством у огонь окружи дающего богатством полным силой героической ограждающей нас укрепив нас силу дабы сын был с нами одну секунду здесь что-то не очень понятно я к английскому гляну сейчас fire give to the giver a wealth full of hero strength здесь проще огонь дай дающему богатство исполненное герои силы героя которое нас окружает то есть богатство силы героев исполненное силы героев которое нас окружает дай дающему дай тому кто отдает тебя себя тебе кто себя так сказать surrender да по-английски кто себя полностью тебя отдает предлагает предлагающему себя отдай богатство исполненное героической 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 силой души которая повсюду со всех сторон окружающая нас или на полное исполненное силой героев щи щи гинах сонуматах и укрепи в нас или заостри это корень щи заострять укрепи нах нас как переводит Елизаренкова сонуматах как тех которые обладают сыном сонум это сын тоже та же этимология что и в русском от корня су собственно от которого и сома произведен да сома сын то есть тот который порожден или который собственно да порожден то есть нас обладающими будущими будущими рождениями нас которые спроецированы на продолжение рода в духовном смысле сын имеет значение как раз вот этого вот продолжения нашей работы во времени потому что мы не сможем остаться здесь наша как бы задача будет состоять в том чтобы преобразовав сознание дать ему возможность развиваться в будущем в новой форме то есть нужно все изменения которые произошли в природе каким-то образом через генетический код перенаправить в будущее это есть наши дети наши дети несут те изменения которые мы собственно создали через нашу внутреннюю работу да о огне дай почитающему тебя богатство состоящее из героев полноту благ заостри нас на то чтобы были сыновья так переводит Хелизаенкова а может быть сын здесь как наше психическое которое должно пробудиться с тем потом в следующей инкарнации то есть как сын бога да как как психическое да внутреннее существо божественное может но это было бы очень христианское такое очень интересное да в принципе огни и есть этот сын да он очень часто говорится об этом мы будем еще об этом читать что он является сыном бога он здесь пришел сюда чтобы спасти отца здесь он спасает своего отца в этой манифестации собственно в этом и его основная задача сына бога в этом смысле христианство где-то соответствует этой идее да только через меня вы придете в царство моего отца другого нет ухода к отцу только через психическое через его сына может может с другой стороны есть адвайта которая тоже приводит с растворением формы к абсолютному сознанию а здесь сын это как возможность трансформации природы все таки в данном случае у нас в нашем да про адвайта я как-то не подумал да интересно ну если в христианстве ведь тоже уход а не работа здесь насколько я поняла христианство да христианство не рассказывало что произойдет с нами потом оно после позже адаптировало все те формы иудаизма да где бог является отдельным существом где нет перерождений а так как иисус о перерождениях ничего не говорил особенно то отсюда как бы на христианство взвалили все остальное что было уже до него то есть все эти формы иудаистские стал он стал новым заветом ветхого завета да и все то есть его переформировали а по существу иисус что-то другое говорил что в ветхий завет не влезет никак о преображении он говорил да больше ну да ну как может да сын то есть через меня только можно и прийти к моему отцу я то есть он есть сын бога вообще такое никто не мог сказать до иудаизма это непозволительно да может быть это хорошая идея что обладающие сыном то есть обладающие вот психическим заостри нас на обладание вот этой индивидуального божественного в нас да красивая идея ну вот хорошо ну вот вот такой гимн маленький ну они все очень маленькие но очень какие-то такие компактные очень символичные и объемные я хотела я хотела как раз спросить ну это не совсем вопрос это так размышления что же это такое вот четвертый стих вот я хочу прямо прочитать огонь ну слово что такое теми языками да у огня много языков много божественных сил которые могут задействовать здесь то есть этими так сказать всесторонними божественными силами да универсальными можно каким-то образом оформить наше самовыражение сознания так что оно не просто будет себя ведь слово что такое слово слово это выражение того что мы есть внутри да мы говорим о том всегда мы не говорим о том что мы не есть как правило мы всегда говорим о том что мы есть даже если мы говорим о других о другом чем-то да даже какое-то отчужденное каких-то отчужденных вещах мы всегда будем говорить субъективно то есть мы будем выражать себя то есть вот это самовыражение сознания нужно каким-то образом увеличить сделать огромным сделать ясным понятным сильным глубоким божественным да и для этого нужны все языки пламени нужны все вселенские силы чтобы они создали это самовыражение нашего сознания абсолютным и это самовыражение нашего сознания это слово оно обладает знанием видением пониманием это не просто слово какое-то по силе оно еще и в сознании наполненное оно исходит из этого оно несет это сознание оно дает нам знание так красивые идеи такие ведейские где словом собственно очень коротко и точно очень как-то так прямо трясет да ну вот хорошо друзья если нет никаких других вопросов тогда я буду закрывать и мы встретимся в следующий раз и у нас будет следующий гимн 25 мы уже подходим к концу скоро к нашей третьей книге и начнем четвертую совсем другой риши другой язык другие образы будет интересно посмотреть как развивается эта тема огня хорошо ом шанти ну все друзья всего доброго счастливо спасибо 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 Ну, да, все.